Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Просьба горожан с ограниченными возможностями исполнена. На 61 маршруте, пролегающем через весь город, снова появились низкопольные автобусы. При получении взятки задержаны два заместителя прокуроров и адвокат. Сегодня появились новые подробности. Время волшебства в музее Алабина. Там прошел инклюзивный бал. В Самаре на 61 автобусном маршруте по просьбе горожан пустили низкопольные автобусы. Они идут через весь город и помогут с комфортом добираться жителям с ограниченными возможностями и мамам с колясками. На доступном автобусе прокатился и наш корреспондент. В Самаре с начала декабря на 61 маршруте запустили низкопольные автобусы. Они оснащены специальной платформой, которая помогает малым мобильным жителям без труда въезжать в салон автобуса и комфортно добираться до места назначения. Положительные у всех вызывают эмоции. Теперь мы можем добираться и на пляж ездить, и в городе быть, и вообще по всему городу как-то перемещаться без всяких препятствий. Узнать нужный автобус можно по особой метке. Рядом с дверью расположился знак для инвалидов на синем фоне. Внутри также оборудовано специальное место для размещения пассажиров с инвалидной коляской. Внутри очень удобно, хорошо, замечательно. В целом прекрасно, очень прекрасно. И главное, чтобы повесили расписание, когда именно проходят эти низкопольные автобусы. 61 маршрут пользуется большой популярностью у жителей, в частности у маломобильных граждан, ведь его путь пролегает почти через весь город, от остановки Колизей до Хлебной площади. Это и объясняет потребность в низкопольных автобусах. Пока мы запустили два низкопольных автобуса на этом маршруте, откорректируем расписание в зависимости вот сейчас от заявок, скажем так, от потребностей. И если будет такая необходимость, постараемся, может быть, выпустить еще и дополнительный подвижной состав. Также будет рассмотрена возможность изменения 61 маршрута в летний период с возможностью проезда у доступного пляжа на Максима Горького. Лариса Шлафаст, Кристина Инчина, Максим Гусев, События. Через тернии к звездам студентам Самарского университета приходится из корпуса в корпус ходить по обочине дороги. Тротуара там нет. С просьбой его организовать они обратились в районную администрацию и к активистам ОНФ. Оценить ситуацию выехала специальная комиссия и наша съемочная группа. Анна Иванова учится на втором курсе Самарского университета. Рассказывает, от корпуса, где расположен факультет филологии и журналистики, до общежития и корпусов на улице Академика Платонова нет тротуара. Приходится ежедневно ходить по проезжей части. Зимой сугробы на обочине делают дорогу еще уже. Это видно невооруженным глазом, когда мы идем и буквально вот в нескольких сантиметрах проезжает машина. Конечно, это неудобно, это, ну, мягко говоря, неприятно и хочется как-то наладить это все. Вопрос не раз поднимал правком университета, а в ноябре студенты обсудили проблему с ректором. Решили обратиться и в Общероссийский народный фронт. Тем более, что тротуар нужен не только студентам. Рядом с корпусом на Потапово расположены школа и детский сад. Это проблема, которая связывает у нас жителей абсолютно разных возрастов. И решение ее, конечно, позволит нам много социальных вопросов остров снять именно на данной конкретной территории. Вместе с членами ОНФ на место выехали представители Октябрьского района Самары и городских департаментов и лично прошли по опасному маршруту. Обсудили трассировку тротуаров, где необходимо построить его вновь. Думаем, что в начале, в середине мая мы начнем эту работу. Есть проблемные места по газовым трубам. Будем привлекать газовиков, чтобы они переносили со своей коммуникацией, чтобы не было помех для движения пешеходов. Примеры решения подобных вопросов уже есть. В прошлом году, благодаря совместным усилиям районной администрации и активистов ОНФ, был благоустроен тротуар вдоль трамвайных путей от Постникова Врага до остановки Госуниверситет. Анастасия Ерегина, Григорий Плешаков. События. Сегодня стало известно о кадровых изменениях в прокуратуре промышленного района Самары. От занимаемой должности освобожден заместитель прокурора района Олег Онищенко. Такое решение принял прокурор Самарской области Константин Букреев, сообщает сайт 63.ру. Онищенко вместе с заместителем прокурора железнодорожного района Самары Валерием Улитиным накануне задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции. Силовики считают, что они получили 300 тысяч рублей через посредника от местного жителя в обмен на снижение квалификации по уголовному делу по статье незаконной организации проведения азартных игр. Вместе мы сделаем больше. На городском фестивале волонтерских отрядов подвели итоги работы добровольческого движения за год. Лучшие получили заслуженные награды и поделились друг с другом опытом работы. С добровольцами пообщался Сергей Кизоркин. Мечами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Лучшие волонтерские отряды Самары на Капустнике отчитались перед коллегами о проделанной работе за год. В 57-й школе прошел городской фестиваль «Вместе мы сделаем больше». На молодежном форуме подвели итоги городского проекта «Действуй с нами», который стартовал в феврале. Самое главное, что мы воспитываем детях, самый главный девиз – сердце отдаем людям. Мы здесь сделали большое дело. В первую очередь, детях воспитали человеку. Я думаю, год заканчивается, но наши акции не заканчиваются. Волонтерские отряды рождаются с каждым днем и будем жить одной доброй семьей на благо развития нашего города и России. 2018 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом волонтера в Самаре. Все учебные заведения дружно присоединились к добровольческому движению. Более 5000 подростков занимаются полезными делами. По таким направлениям, как патриотическое воспитание, экология, организация соревнований, журналистика, работает сайт волонтерского движения в Самаре, помощь инвалидам и медиация, то есть разрешение конфликтов в разных сферах жизни. Поступить в волонтерский отряд не так-то просто, рассказали добровольцы. Волонтерское движение – это вот как награда. По большому счету, стать волонтером – это как награда каждому ребенку. Он просит, когда вот работают рядом ребята, у него тоже возникает желание делать добрые дела вместе со всеми. Вот это вот вместе со всеми, это и окрыляет ребенка, и позволяет ему самосовершенствоваться и развиваться творчески. Самарская городская лига волонтеров существует более пяти лет. Это 243 отряда. В некоторых школах и вузах работает несколько добровольческих команд. У нас, у россиян, это в крови. То есть это уже передается на таком генетическом уровне. Милосердие, идеология быть полезным друг другу, они становятся гораздо лучше. То есть в своих делах, поступках, мировоззрениях и понимают и свою значимость, так сказать, и значимость полезным быть обществу, полезным быть семьей друг другу. На городском фестивале «Вместе мы сделаем больше» благодарственные письма и ценные подарки от городского департамента образования получили лучшие волонтерские отряды Самары. А уже в следующем году добровольческое движение в областном центре будет расширяться. К студентам и школьникам присоединятся ребятишки из детских садов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. 8 декабря изменится схема движения в районе стадиона Самара-Арена. С 15.00 до 23.00 будет запрещено движение по улицам Дальняя, Арена-2018, Первая стадионная, проезды номер 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. С 8.00 до 11.00 вечера введен запрет на остановку транспорта. На улицах Волжское шоссе, Арена-2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, Вторая стадионная, проезды номер 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Дорожные знаки будут установлены в соответствии со временными схемами. На дорогах областной столицы появился новый вид разметки. Ночью 7 декабря на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе нанесли стоп-линии со смещением. Это сделано для того, чтобы автомобили слева ближе придвигались к перекрестку и не мешали машинам, которые двигаются по основному ходу Московского шоссе. В ближайшее время там появятся и новые стоп-знаки. Сейчас на кольце Луначарского и Московского шоссе работают умные светофоры. Режим их работы специалисты корректируют в зависимости от обстановки на дороге. Работа переправы между Самарой и Рождествено была приостановлена. Причина – поломка теплохода Окски-35. Сейчас там ведутся ремонтные работы. По данным справочной речного вокзала, линия не будет работать до начала следующей недели. Более подробную информацию о фактическом возобновлении работы линии Октябрьский спуск Рождествено можно получить по телефону, указанному на экране. Военно-патриотический парк «Патриот» планируется создать в начале 2019 года в Самаре и в Рощинском гарнизоне. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Всего в регионах дислокации воинских частей второй армии будет создано шесть парков «Патриот» для статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий. Помимо Самарской области, такие парки появятся в Оренбурге, Пензе, Ижевске и в Тотском. На статичной выставке гости смогут увидеть пушки, гаубицы, технику противовоздушной обороны и другие виды оружия. Городские депутаты предложили вести уроки военной подготовки. Будет ли НВП отдельным предметом, зависит от Федерального министерства образования. Напомним, военно-спортивное направление уже развивается в городе. Успешно работает специализированный лагерь «Юность». Во многих школах действуют подразделения юнармии и кадетские классы. Время волшебства наступило в музее Алабина. Здесь в честь Международного дня инвалидов устроили самый настоящий бал. Почему плакали зрители и какие спектакли ставят инклюзивные театры, расскажет Юлия Чернеева. Тот самый момент, когда сложно сдерживать слезы. Юная Ангелина в руках мамы, словно ангел, взмахнувший крылом. У девочки ДЦП и сложное нарушение развития. В этом танце все. И материнская забота, и печаль, и вера в собственного ребенка. Она вообще рада, она очень любит, когда много внимания, когда ее хлопают, поэтому она очень рада. Просто есть очень много родителей, и считаешь, ну он же больной, что с него взять. Нет, такие дети, наоборот, компенсируют недостатки чем-то другим. Время волшебства. Встреча с таким названием проходит в музее Алабина в рамках акции «Музей для всех». В зале родители и дети, самые разные, с особенностями развития, инвалидностью и обычные школьники. Здесь рисуют, общаются и учатся танцевать бальные танцы. Дочь Анастасии Захаровой, Даша, впервые выступает перед такой особенной публикой. Эти дети, они, к сожалению, да, во многих вещах в чем-то ограничены, но я считаю, что если у них Бог что-то отнял, Он им дал гораздо больше. Они очень все способные, они очень все талантливые. И я, в принципе, не сомневаюсь в том, что они могут так же красиво танцевать на этом балу, как и здоровые детки. Сюжет короткой зарисовки инклюзивного театра «Астре» из Новокуйбышевска прост и понятен без слов. Веселая компания, на дискотеке и только одного юношу никто не приглашает танцевать, потому что он не такой, как все. Это такая короткая история, как раз о том, что сначала пугает все неизвестное, но если стоит поразмыслить и подумать, в принципе, в жизни все хорошо и замечательно, стоит только протянуть друг другу руку. В обычное, в привычное действие вносится нота театрального искусства, вносятся арт-площадки с рисованием, с другими элементами. И здесь присутствуют как дети и молодые люди с ограничениями здоровья, так и без. И вот это взаимодействие, ведь это и есть правильный путь к воспитанию толерантности в нашем обществе. Год назад в первой всероссийской акции «Музей для всех» приняли участие более 300 музеев от Владивостока до Калининграда. В 2018-м к акции присоединилась и Самара. Время волшебства пришло не только в музей Алабина. Для людей с разными критериями инвалидности становятся доступными многие городские выставки, концерты и спектакли. Юлия Черняева, Василий Колдашов. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Не встанут на скользкую дорожку. Самарские улицы сразу после снегопада обрабатывают противогололедными смесями. В Самаре начали заливать катки. Сегодня лед появился в парке «Дружба» и во дворе в переулке Брусчатый. Тротуару между корпусами Самарского университета быть. Специальная комиссия оценила масштабы работ. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 19 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин